Здравствуйте, коллеги! Ирина Болотова, компания YozDeVris и Сергей Николаевич Вилков, сеть Begemot, город Кемерово. Мы бы хотели задать несколько вопросов ритейлеру, очень интересная, уникальная ситуация сложилась в Кемерово. И хотя бы из первых уст узнать, как генеральный директор, как компания, как сеть реагирует на новые вызовы. Сергей Николаевич, первый вопрос будет такой, что у вас произошло вот за последние полтора-два года в Кемерово, как изменилась ситуация, что нового? Ну, я бы сказал, что не за последние полтора-два, а, наверное, за последние три-четыре года. Ну, у нас в Кемерово было несколько региональных местных сетей. Некоторые из них были лучше, как, например, Аквамаркет, некоторые хуже, как система магазинов регион-март. Но в конечном итоге вся их деятельность прекратилась. Буквально в прошлом году прекратил свое существование регион-март и система магазинов Chibis. То есть самый крупный конкурент, получается, из местных игроков, да, ушел с рынка? Да, также помимо них ушли сеть Пенсионер. Чуть до этого ушла сеть Элис. Ну и очень много мелких игроков, имевших один-два магазина. Даже, наверное, знаете, проблемы начались раньше, еще до прихода магнитов и пятерочек. Они появились не так у нас давно. Проблемы начались в связи с тем, что наши местные сети были очень закредитованы. Не получилось вовремя рефинансироваться и как-то даже не получив толчок какой-то или импульс от конкурентов федеральных, наши сети как карточный домик все порушились. Это уникальная ситуация. Я не так много городов знаю, где вот так произошло. В основном сети местные держатся, стараются за своего покупателя. Вот как для вас, как для компании пришлось реагировать на этот новый вызов, на то, что пришли федеральные сети, у которых гораздо крупнее бюджет и возможности по тому, чтобы снять помещение, забрать, купить. Как вам пришлось реагировать, как вам пришлось действовать? Одно из наших средств. Мы на честных конкурировали, на равных конкурировали с местными сетями, но пришли более глобальные сети. И знаете, чувствовалось, что им много оказывали консультации, что они много смотрели и учились за границей. Вот одно из наших действий, это было обращение в компанию Джейс Теврис, которая нам тоже очень сильно помогла. Мы сделали ребрендинг компании, мы поменяли глоготип, мы поменяли немножко расстановку и зонирование внутри наших магазинов. Ну и надо быстро идти для того, чтобы стоять на месте, а для того, чтобы двигаться вперед, надо бежать со всех ног. Также в условиях жесточайшей конкуренции приходится постоянно улучшаться, постоянно совершенствоваться, искать какие-то новые идеи, новые фишки. Какие новые фишки вы сейчас ищите, чтобы немножко порадовать своих покупателей? Новые фишки? Ну, это будет и измененный, и такой очень интересный интерьер. Это будет, уже сейчас мы применили в двух наших последних магазинах, это будет больше готовой еды для покупателя. В каждом магазине сейчас мы поставили зону до выпечки продукции. У нас в магазинах приятный запах круассанами, можно купить кофе, можно купить круассан свежий. И будем наращивать темпы производства готовой еды, и в каждом магазине будем стараться сделать как можно больше и шире предложения готовой еды для покупателя. — Хотела спросить по поводу работы с местным покупателем. Насколько я знаю, Кемерово — это не самый богатый регион. Вам пришлось научиться работать с клиентом, у которого маленький бюджет? — Очень большая ставка была сделана в социальный товар. Наценка была очень минимальная. Молоко, дешевый социальный хлеб, мука, сахар — вот такие товары всегда в нашей сети были гораздо дешевле, чем у конкурентов. Я имею в виду региональных наших представителей, местных. Сейчас в связи с заходом федералов трудно конкурировать с людьми, у которых свои сахарные заводы и свои мукомольные комбинаты. Здесь мы решили сделать немножко упор больше на качество продукции. Уже не на дешевизну и социальный товар, а больше упор на качество продукции и на ее уникальность, ну и в том числе на готовую еду. Ни магнит, ни пятерочка в этом формате не развивается. — Мы когда были в Кемерово, я была очень удивлена команде вашей, насколько сплоченно и как единое целое работает организация. Насколько действительно с любовью подходит и хочет сделать действительно интересные, вкусные и доступные объекты. Как вы видите свое развитие в плане команды и персонала? — Мы, естественно, приглашаем специалистов. Мы открыли у себя учебный класс. Есть штатный тренер, есть тренера, приглашенные извне. Ну, вопросу качества уделяем очень большое значение. У нас есть, естественно, сайт, есть телефоны горячей линии. Каждое обращение к покупателю доходит практически до меня лично. Но это случается не так часто, к нашей большой радости. И поэтому есть возможность разобраться в каждой жалобе покупателя, в каждом обращении. Мы очень быстро и гибко на это реагируем и стараемся быть лучше. — Здорово. А какие планы у вас как у сети? — Ну, пока сейчас еще есть возможность развиваться в Кузбассе. Ну и большие у нас планы по производству. Хотим больше расширять, наверное, не количество магазинов, а у нас всегда был лозунг «не количество, а качество». И больше будем уделять внимание производству. Хотим наращивать производство. Мы не гонимся за количеством, еще раз скажу. У нас нет глобальных планов открыть, нет в уме никаких цифр 100 или 200 или 300 магазинов. У нас есть команда профессионалов, выбирают объекты. Если они удовлетворяют по всем нашим критериям, мы принимаем решение, что откроем здесь именно магазин. И неважно, их будет там 20 или 10. Мы, еще раз говорю, мы не будем гнаться за количеством. Поэтому мы лучше откроем меньше магазинов, но они будут отличаться от конкурентов. Плюс мы стараемся приобретать недвижимость, собственность. Это служит более долгосрочным отношением с покупателем тоже. Ну и стараемся не привлекать заемных средств. Последние наши магазины, там, где мы открываем собственное производство, они имеют несколько большую площадь, 500-600 метров, для того, чтобы мы могли именно разместить какие-то и доп. услуги, и кулинарию. Плюс очень большое желание также сделать кафе, либо небольшие какие-то зоны в ресторанах, в магазине. Мы недавно были в Голландии, видели очень много интересных проектов, и тоже заразились идеей сделать небольшое кафе в магазинах. Такой вопрос. Я понимаю, что за последний год у вас такой качественный рывок произошел. Вы стали участвовать в разных мероприятиях для ритейлеров, выезжать на выставки, выезжать на съезды. Есть ли что-то, что вас наиболее сильно вдохновило? В качестве хорошего примера хотел бы отозваться о томской сети «Лама». Их магазины «Спар» очень качественно, профессионально сделаны. Сеть магазинов «Лама» настолько смогла поднять планку для покупателей, что люди не воспринимают таких крупных игроков, как «Магнит» и «Пятерочка». Мы стремимся быть такими же. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова